Ну что, все, давайте начинать. Дамы и господа, сегодня у нас в гостях Максим Городч, профессор из университета ИТМО, который занимается... Основная тема его научных исследований – это топологические состояния в различного рода системах. И сегодня он нам расскажет что-то про дизайн и контроль топологических масс случайного ресурсболта. Иван, спасибо за присмотреться. Здравствуйте, коллеги. Да, Максим, у нас принят вопрос задавать походу. И у нас на все про все один час. Мы с вами со всеми присутствующими дети уже знакомы. Я выступал на дневной школе с анкотеоретической физики имени Адриокосова, рассказывая там историю продуктов, мы сотрудничаем с Нобелевским лауреатом, охранникамельщиков, и создаем искусственную структуру с эффективным акционным обликом. Так вот, сегодня я бы хотел рассказать другую историю, которая тоже связана с нашей научной работой в последние годы. Она посвящена созданию и управлению топологическими фазами. И эта тема, насколько я, именно более близко вам, вот такие темы имеются. И намекает, что сотрудничество с Нобелевскими лауреатами нам не близко. Ну, темной материи здесь никто не занимается, насколько я знаю. А вот топологическими фазами в том или ином виде очень даже вполне. Это дело темное. Итак, ну, рассчитываю на то, что будут студенты. Я делал несколько прогнозных слайдов. Если вы захотите, мы можем пропустить. Здесь я хочу сказать, что концепции геонетрии топологии играли важную роль в современной инститете. Важный приторг такого рода был переведен в Майкл-Мэйле в 80-е годы, когда он рассмотрел в англую систему общего вида, описанную Геометтинианом, зависящим от некоторых параметров. Он предположил, что эти параметры изменяются на некоторых замкнутых территориях и пространственных параметров, но достаточно медленно. Так что можно считать, что квантовая система остается в том же самом стационарном состоянии, квантовые переходы подавлены. И в таком случае очевидно, что все изменения будут сводиться к возникновению некоторой дополнительной пауны. Первый самовынитель написывает обычную динамическую фазу. Это только меняется стационарное состояние в обычной ситуации, просто следствие ревеной эволюции. Здесь, по-любому счетам, что при изменении параметров меняются и энергии специально-организации, а ревеной интеграл. Однако оказывается, что помимо этой динамической фазы возникает еще дополнительная фаза волновой функции, которая имеет геометрическую природу, в нее не входит в рядном виде вейна, и решая уравнение Швитнгера, значит, можно получить вот такое выражение для геометрической фазы. Она носит название фазы Бейли. И от силы того, что это выражение сходно с тем, что можно скресить, скажем, дифференциальные геометрии, это будет геометричная интерпретация, подинтегральное выражение называется связностью Бейли, по аналогии с понятием связности дифференциальной геометрии. А если выражение преобразовать в потерянную стоксу, а родор от связности Бейли называется гривизной Бейли. Мне кажется, кто-то сейчас пытается нарисовать. Это случайно Николай увидел, что он нарисовал. Значит, вернемся к фазе Бейли, где визгин Бейли, вот это такие геометрические личины, важное утверждение теперь следующее. И для качества параметров мы рассматриваем блоковский волновой вектор и мы проинтегрируем ревизуну Бейли по некоторому замкнутому многопратию, скажем, первую зону мы получим урагрение, которое квантовано в единице в 2П. И вот этот целочисленный коэффициент перед фазой 2П называется числом черна. Соответственно, для каждой зоны число черна имеет свое значение. Эта величина представляет из себя топологическими вариантами. То есть, небольшие возмущения системы не прибудут к изменению числа черна. И, соответственно, эти числа используют себя в характеристиках фазы. До сих пор мы говорили скорее о математических аспектах. Но оказывается, что вот эти варианты, они имеют наблюдаемое проявление. Вот с этой целью вспомним такой пример, хорошо вам известный, как квантовый эффект Холла. Итак, двумерный электронный газ, магнитное поле и протекает ток. Значит, перпендикулярным направлением возникает напряжение и соотношение между плотностью тока и напряженностью называется полоской проводимостью. Важный результат, который был получен в 80-е годы, состоит в том, что полоская проводимость квантована в единиках мундаментальной константы г-ква-дради А вот этот целочисленный коэффициент представляет собой не что иное, как сумму всех заполненных чисел черных для всех заполненных электронных зон. То есть, этот топологический вариант проявляет себя вполне наблюдать. Извините, верните на секундочку предыдущий слайд с черном. Спасибо. Спасибо, Варочин. Все? Хорошо. А какие-то заполненные зоны у Сталюга в Ниландау? Ну да, то есть, все, что находится ниже уровня фирмы, вот мы считаем для этих зон очищит лачья. А если нету зоны брульюена? Значит, существуют варианты, топологический вариант определен, и если у нас нету первых билетов, тогда нам нужно думать, что мы используем в качестве этих параметров. при вычислении значит нашего билета. Да, могут быть другие. Мне здесь как раз непонятно в случае что здесь действительно для чего по какому пространству в эффекте кола вы будете интегрировать, чтобы получить число человека. Значит, здесь формально если мы в континуальном пределе, тогда у нас первая зона билета, мы должны формально рассмотреть каждый бесконечный толкет, там должны быть некий партнер. Нет, наверное, нельзя, потому что вы не можете считать состояние на уровне Ландау, подразумевая бесконечный образец. Наверное, все-таки 2п делить на Л, потому что иначе как вам? Мы знаем, что число заполнения состояния зависит от площади. Да, ну и поскольку мы работаем с проводением, мы можем делать конечный размер образца при данном без некий литр. Наверное, мы его периодическое условие выставляем и размер первой зоны билета в этом случае 2п делить на размер образца. Наверное, я не знаю. Так нет, а по какому параметру мы интегрируем? Верните обратно еще раз чернамба и мы попробуем фигуровать. То есть тут это что получается? Какая-то калибровочная неанвариантная вещь, потому что если мы пользуемся калибровкой Ландау, там мы можем ввести один непрерывный импульс, а если мы пользуемся симметричной калибровкой, там вообще нет никаких непрерывных квантовых чисел, там два дискретных. Ну, про технические я еще запомняюсь ответить. Тут магнитное поле ни при чем. То есть есть двумерный топ, по которому интегрируется в калибровку. Ваши магнитное поле не вывали, она нигде не вывали. Магнитное поле я как понимаю, смотрите, вас спрашивают, каким образом вы используете флагический индекс для случая 2D-газа, который в полоске например есть, да? Ну, в сильном магнитном поле. Как вы собираетесь политикологически вывез? Вот вопрос. Дата скрип, который вам будет давать соответствие годов. Не, Максим, если ты не знаешь, то пойдем дальше. Тогда да. Я предлагаю двинуться дальше. Вы можете подумать, что говорится. Ну, здесь это вводное слайд, то есть, скорее, я коронар рассказываю о другом, там я способен на подробнее. Значит, итак, такие случаи имеют наблюдаемое проявление. Мы видим, что оно проявляет себя в холодской проводимости. Значит, важным моментом является еще вот это, что на границе вот этого двумерного электронного газа с вакуумом возникает это направление проявления состояния, которое, если мы какие-то вносим дилеты в нашу структуру, они будут огибать эти дилеты, но не рассеиваясь на них назвать. Если нарисовать диаграмму с энергией в зависимости от полного числа, то мы получаем зону проводительности в электронном и будет некоторое состояние, соединяющее их, имеющее вполне определенную групповую слость, то есть перенатящее энергию в определенном направлении, и это и есть наше краевое состояние. Такие краевое состояние имеют топологическую природу, то есть их существование связано с объемными гулянтами структуры, это строгое утверждение, в английском так называемом балк-бавровый корреспонденс, и существование таких состояний очевидно требует нарушения симметрии к обращению времени, поскольку мы видим, что у нас есть краевое состояние гибучее в одном направлении, но в другом как он же бежеще было обратно. Следовательно, нужно нарушить симметрию к обращению времени, что может быть достигнуто либо за счет магнитного окуля, либо за счет вращения, например, либо за счет временной модуляции и так далее и тому подобное. Это то, что известно достаточно хорошо в физике твердого тела. Возникает вопрос, нельзя ли получить похожий функционал в плане краевых состояний, сохранив симметрию к обращению времени. Дело в том, что не нарушать все сложное, магнитные поля создавать, но это требует некоторых усилий. Значит, можно ли получить тот же функционал в системах с ненарушкой к обращению времени, оказалось, что да, можно. Такие системы требуют спинно-орбитального клинодействия, и в них краевые состояния экологически возникают парами, как показано на этой картинке. Фокус это в том, что состояние, бегущее, скажем, по часовой тревоге и против часовой тревоги, характеризуется различными значениями спины. Такие состояния также устойчивы, но с одной вещательной органой они устойчивы, если у вас не производят переворачивание спины, то есть нету каких-то магнитов, пенис, выражающих любом для физики твердого тела. Атопологический инвариант на них называется Z2. Такая физика, я хочу подчеркнуть, приводит себя не только в трактативных системах, но также в акустических и фотонных. В последнем случае подобное состояние изучают заполненные фото. Ксим, наконец-то, я наверно пойму. Вот смотри, про фермионы, я понимаю, у тебя есть заполненные зоны, у тебя есть щель, и ты можешь считать свою проводимость или там зарядовую или спиновую, и когда ты находишься в энергетической щели, она квантуется, и там квант равен количеству заполненных зон. Когда у нас бозоны, заполненных зон никаких нет. Что такое топологический нырян? Ну, сейчас мы это обсудим. Топологический нырян по-прежнему определен для каждой зон, он не привязан к типу фермионов. Сейчас, подожди, но ведь для фермионов он не привязан к каждой зоне, он привязан к топологическим нырянам, характеризует сумму всех заполненных. Нет, ну, подождите, Ваня Йорж, а если вы рассматриваете одну электронную задачу, например, графен, это одноэлектронная задача, но тайбандинг и бетонин. Вы же можете характеризовать топологическим вариантом зону вне зависимости от количества заполненных. Так зона и запрещенную зону? Ну, зона и запрещенную зону, если вы ее открыли. Так запрещенная зона, она между двух зонами. Если вы взяли и поставили он-сайт потенциал А и Б разный, открыли запрещенную зону, все равно вы можете сделать Берри Канж... Я же не наезжаю, я понять хочу. Я смотрите... Так а почему вы... Причем тут статистика частиц? Если можно ввести... Одноэлектронные задачи можно свести для одноэлектронной. Нет, Миша, я вот не понимаю. Смотрите, в фермионах это все привязывается к холовской проводимости или аномальной холовской проводимости, к наблюдаемому инварианту. И он точности равен вот этому вот там... Не обязательно. Например, когда вы рождаете там вот этот топологический изолятор, что просто есть состояние на краю. Нет, там есть спиновая проводимость. Хорошо, но это про проводимость. Я вообще считаю, что удивительно, что есть какие-то явления, в которые Берри Фрейс входит. Например, если вы напишите СССР Гамильтониан одномерный, самый простой, и попробуйте сосчитать в нем, напишите в его форме, в котором хорошо определена фаза Берри, то ни одна физическая величина, которую вы там можете сделать, например, там, я не знаю... Это потому, что это одномерная задача, Миша. Это одномерная задача. Коллеги, мы, по-моему, это... И профени. Тереносинку ворочек. И профени тоже. Одно слово сказать. Дай тут по поводу прокомментировать вопросы. Я полностью согласен с Михаилом, что это не вопрос заполнения. Но попросту можно, по-моему, вот как понять вот этот топологический свойств спектра. Вот посмотрите на эту замечательную картинку, которая на слайде. У вас фактически в левой и в правой области зоны Брюлена есть разница есть разница, если мы имеем в виду стрелки вниз, синие, вверх, разница состояний выше красной линии, числа и ниже. Это напоминает ситуацию, когда вы фактически не можете непрерывным образом перевести уровень снизу вверх при изменении К, как слитоник, в кинге. И вот это и есть топ-индекс. Вот тот самый топ-индекс, который вы с помощью какого-то интеграла по зоне Брюлена хотите числять, вот это есть топ-индекс. И это есть свойство одночастичного спектра. Михаил правильно говорит? Так я же не спорю. И в этом смысле в оптике будет то же самое. Поскольку там просто Омега от К. Да, то есть именно сюда. Да, Поскольку это все-таки вводная итак значит теперь что делает топологическая тополинка? Она включает похожее состояние для электромагнитных пол, имеет ряд интересных приложений, но для сегодняшнего дня являются топологические волноводы, которые позволяют добиться распространения света без отражения на изгибах какого волновода. Либо топологические резонаторы, особенностью которых не зависит от каких-либо дефектов в скульпуре, это будет реализовано экспериментально, или наконец недавняя концепция топологических факторов, когда излучение нескольких недавительных инвекторов синхронируется посредством топологической моды, чтобы дать один мощный источник лучения. Это направление активно продвигает мути-сегер технионе, но у них есть 5-5 ярких результатов по этой теме. Это общее приложение, то есть почему интересно изучать топологические состояния электромагнитных волок. Далее, в ходе развития этого направления топологической катоники, самое первое идея состоит в том, чтобы придумать потонные аналоги итак нам нужны две вещи, грубо говоря. Во-первых, нам нужно сделать запрещенную топ. Потоники это легко сделать, если вы создали фотонный кристалл. Потонный кристалл всегда запрещенный топ. Часто бывает запрещенная сутка. Вторая вещь, нарушить симметрию к вращению в реле. В оптике это легко сделать, если работает с магнито-оптическими материалами. В этом случае, приложение нефтемного магнитного поля индуцирует такие внедиагональные компоненты с аналоги гиэлектрической конецаемости. И в сочетании этих двух идей достаточно простых позволило Халдерей продемонстрировать фотонный аналог планкового эффекта опыта. Правда, каталог плантования нет, но они уедили терапевтую точку, приуретили открытие вопрещенной зоны и возникновение топологических состояний. Позже это было показано в сфере на поле. То есть это просто наблюдение кривого состояния, которое не инвариантно по отношению к обращению в ритм. И все. Никакого плантования проводимости нет, поскольку проводимости вообще нет. Да. Здесь важная особенность этого состояния, что оно приправляется в бедро тени аналог в картинке. Вот это пианство они продемонстрировали. Также существует и ну как вы заметили создавать магнитные поля скажем в случае оптических наноструктуру это проблемно. То есть этот подход, который я рисовал на предыдущем слайде, в оптику не переносится. Поэтому параллельно родилась другая идея. А именно вы заметили, что проксиальное уравнение, которое описывает распространение света в волноводах, оно похоже на уравнение Шрёдингера, негалитивисты, при условии в том что мы заменяем Z-координат в проксиальном уравнении на временной перемен. То есть темными словами то, как эволюционирует свет по мере распространения волноводов напоминает временной эволюции некоторых банковых систем с геметрианом, отвечающим данному массиву волноводов. Соответственно константы распространения Z-координат играет роль энергетические перемены. Ну и нарушить симметрию к обращению времени кавычек можно делать достаточно легко, модулируя свойства волноводов до реакции, потому что именно координаты Z-координат Z-координат из-координат из-координат к этой идее я еще обращусь дальше в своем докладе. Ну и последнее слайд из обзорной части. Наконец люди придумали еще и потонный аналог спинового эффекта холла идея очень привиальна вместо спина который мы можем использовать степень свободы связанной с поляризацией электромагнитного холла у нас например левая и правая циркулярная поляризация мы нарушаем симметрию инверсии связываем их между собой получаем некоторый аналог спинового эффекта холла этот подход с использованием кольцевых волноводов использовал применил Мохамм Хафини в университете Марио Иваново скотный дизайн основанный на частицах нарубки симметрии и инверхии использовал процессор и не как наш коллегий в город субъект не видно тоже возникает эффективная связь между ДЕ и ДМ модулями такой структуры в силу неоцентра симметричности и также получается потомного плантового спинного эффекта колл важный вопрос который естественным образом возникает и который я постараюсь адресовать в этой презентации состоит в следующем можем ли используя гибкость в создании потомных систем будь то потомные приставы или метаматериалы пойти дальше чем просто создание каких-то аналогий структурительной модели и предложить что-то реально новое например используя тот факт что мы можем управлять модульной отдельных метаатом надевать искусственного вырождения это может быть необязательно двукратное вырождение более высокое например и создавать какие-то новые типы топологических систем или новый функционал об этом я постараюсь поговорить в оставшуюся 35 минут ну хорошо ты мне скажи если ты будешь поговорить позже то я тоже в этом ничего не понимаю но знаю что есть прям какие-то таблички алкл на кого-то где выписаны все возможные топологические классы ты говоришь что-то новое ты имеешь что-то новое по отношению к этим табличкам да здесь следующее примерно в 2010 году была Аркензинбауэр классификацион в которой первые попытались составить все возможные типы топологические не прошло и пяти шести лет кто-то заметит что кто-то вольная топология кто-то вольная я дам я скажу пару слов то есть такое впечатление что это сами либо математик не до конца на сегодняшний день это в области при этом зависимо от систем которые вы изучаете ну какие-то свои массы например электромагнитные системы могут быть неогнитовы и там отдельные вопросы я же поговорю конкретно о нашей серии наших работ где мы предложили использовать степень свободы связанные с вырождением для создания логических состояний и вот поскольку цель семинара обычно я должен чтобы что-то понять но видимо вымыслив также поэтому сейчас мы научно-корской модели попытаемся понять как это работает итак представим тебе волновод здесь нарисован мы его некоторым образом структурируем так чтобы константы распространения двух мод этого волновода с различной симметрией профиля ближнего кода скажем я рисую компоненты е и здесь подписано как они называются правильно согласно теории я их буду для простоты симметричную называть с модой антисимметричной модой по причинам которые понятно чуть дальше и так мы структурируем наш волновод и добиваемся того чтобы эти две моды на выбранной нами чистоте телефон один пиццер перед микром или одинаковые константы распространения это искусственное врождение оно действительно это благодаря тому что мы сделали такой волновод дальше сделаю небольшое отступление забудем временно про две моды вспомним один момент для обычных одномодовых волноводов в случае одномодовых волноводов поля волноводных они сильно локализованы внутри а наружу торчат только экспоненциально убывающие хвосты именно благодаря взаимодействию этих экспоненциальных хвостов происходит взаимодействие волноводов его естественно описывает с помощью аналога на две сильные связи и вот управление значит поправка которую приобретают волновые числа при условии что в одном волноводе амплитуда поля равная связь другом с 2 определяется под этим простым уравнением где коэффициент к поописывает между собой уравнение совершенно прозрачное то есть второй волновод действует на первой а пекловод действует на вторую весь вопрос в том как эффективность связи и это хорошо известно у нас специалисты глухотоники разработали за долго до нас значит эффективность связи объявляется по сути дела интегралом перекрытия двух собственных нюансов этого выражения можно сейчас даже не смотреть если мы я собирался предложить студентам которые помогли в аудитории в качестве донатного задания то выясняется что такая пара взаимодействующих волноводов поддерживает две собственные моды симметричная и антисимметричная их константы распространения немножко меняются тут все прозрачно теперь перейдем в случае двух модов это то что мы предложили сделать здесь картина достаточно бросая и так каждого поддерживает но при этом существует ненулевой интеграл перекрытия как но также существует и взаимодействие моды различных при этом память про то что картина предъявляется интеграл на перекрытие мы можем обвести для себя две знаки знаки констанции к примеру если здесь положительно и здесь положительно я думаю что интеграл перекрытие тоже положительно поэтому я вишу карту со знаком это не эрмитовая матрица или у вас дельты чисто мнимые спасибо за вопрос Михаил я сейчас на него отвечу короткий ответ такой что это эрмитовая задача задача все равно эрмитовая сейчас вы увидите то есть вот эта матрица не эрмитова но геметлиниан он вот здесь видите каппа трансформирована поэтому если я посмотрю на геметлиниан систему он по-прежнему остается эрмитовым потеря энергии здесь не хотите но в принципе эти дельты у вас комплексные или вещественные вещественные эти дельты являются вещественными сейчас я объясню почему мы имеем право по-разному выбирать фазу вот как раз это мой вопрос про фазу известно что для того чтобы хорошо получалась фаза Берри есть один способ написания этого геметлиниана а для того чтобы получались правильно физические явления другой на чем произвольность ваша в чем что вы делаете с этой фазой и что вы от нее хотите хорошо давайте на ваш вопрос отличие сейчас один два фаза и дальше если вопрос еще будет актуально действительно у нас есть выбор мы можем когда мы определяем собственно скажем у нас есть прайкбол выборе фазы это не критично правило у нас есть прайкбол выборе аппетит фазы с и п отдельно взятом волноводой но мы понимаем что вне волновода поля бывает экспоненциально там там не происходит никаких осцилляций никакого изменения фазы там все привильно просто есть поэтому я могу работать действительно против полей я подчеркиваю отвергается численном моделировании путящих не какие-то а дальше смотрите если я перемножаю половинную величину и половинную величину я получаю плюс дельта а если я считаю интеграл перекрытия этих двух полей это более красное положительно но это уже находится в перезаймном области поэтому я получаю знак минус и вот исходя из этих простых соображений которые получаются причем численном моделировании я прихожу к следующему оборудованию для адрес описывающей карты различных типов мод все что я извлекаю численного моделирования мы это умеем делать это просто численное значение этих конств модель сильной связи в данном случае работает очень и очень хорошо поскольку поля сильного коллизового внутриволноводов я вам покажу картинки численного моделирования через пару свайлов при этом сможете убедиться сами следующий шаг у нас есть четыре переменные амплитуда S и T мод в первом и втором глуман модели по-прежнему первое взаимодействует со вторым второе взаимодействует с первым все отличие по сравнению с предыдущим слайдом в том что и отвечая на один из вопросов который звучал легко убедиться что это матрица при том что сама матрица как и 7000 но это не имеет значения вот эту матрицу мы предложили в нашей работе пару лет тому назад и у нее получается достаточно интересное свойство чтобы это понять чтобы вас подвести давайте рассмотрим итак мы написали на предыдущем свале и проделаем простое упражнение и диагонализуем посмотрим что получится интересные мы получим естественно 4 модуля они расщепляются симметрично относительно константы распространения в невозмущенном полном воде вот для S-мод для S-мод чистое моделирование получается вот такая карта распределения это EY по модулю в квадрате то есть электрическое поле приемножить наносит в центре и экспоненциально убывает на уши в случае мы получаем вот такое поведение в середине сечения волновода и некоторые максимумы тоже внутри волновода но ближе к границе значит теперь поинтересуемся вопросом в какой пропорции кода S и P вводы в наше собственное состояние которое мы нашли путем диагностации оказывается что если здесь есть уровни то состояние показаны минус х минус дельта и к плюс дельта это поправка константной распространения оказывается что в них в одном волноводе возникает линейная комбинация S минус P ну давайте посмотрим если мы вычетим S минус P то здесь у нас получится ноль мы вычитаем две условно равные величины а здесь у нас поле удвоится поэтому мы получаем вот такое и так для одной собственно можно так выразиться что максимум электромагнитного поля соседних волноводок притягивается группу для нижней моды то же самое а вот для второй пары собственно которые имеют константы распространения минус дельта и минус х плюс дельта ситуация стой инъективного наоборот для первого волновода который находится слева суперпозиция мод правильная S плюс P для правого суперпозиция S минус P ну и вот из этого простого упражнения напрашивается следующий вывод что задача на двух взаимодействующих двух модовых волноводок вот в рамках этого приближения сводится в двум независимым друг от друга парам обычных одному волноводок волноводок значит одна пара вот такого типа взаимодействует друг с другом сильно с константой капо или переда а вторая пара волноводок взаимодействует с константой капо минус вот вот такой вывод из этой простой тени отвечающих на вопрос который мы выключим несколько минут тому назад поля по крайней мере снорова не меняют свою фазу поэтому на этом основании мы можем считать капо данные действительные и это действительно подтверждается результатом численного материала мы умеем просто вытаскивать эти численные значения здесь нет никаких никакой неогнозначно далее ну собственно два волноводка простая задача для студента но важно что она дает некоторую полезную интуицию наше предложение на первой сайт звучало в следующем образом мы создаем равновстоящий массив то есть решет максимально простая и вот интуиция которую мы можем почерпнуть из предыдущих рассуждений и решений состоит в том что давайте запишем гемельпинян в базисе гибридных мод S плюс гемельпинян мы имеем право это просто унитарная гемельпинян оказывается что в этом базисе наш гемельпинян блок гемельпинян интуиции ну чтобы не утомлять расформулами я здесь нарисовал схематист один из блоков нашего гемельпиняна отвечает вот такой цепочек то есть часть мод это скажем S плюс P часть мод это S минус P и они вот таким образом чередуются второй блок отвечает противоположные ситуации скажем S минус P S плюс P S минус P иными словами если сравнивать еще проще наша задача расцепляется на две независимые модели сушь-витера гигера о которых здесь уже говорилось так и что есть краевые состояния и отвечая на вопрос Михаила буквально смело меня с языка в этой системе возникает пара краевых состояний для первого блока вот этого краевое состояние возникает там где слабая связь модели сушь-витера следует на правом краю и имеет структуру S смотрят S плюс P для этого блока краевое состояние возникает на левом краю и имеет структуру S минус P и так я утверждаю что в каком России существует всегда пара краевых состояний независимо от того черное или нечеркное число волноводов и эти краевые состояния имеют поляризации S плюс P например и S минус P соответственно а в чем извините я не вы аннотировали что вы что-то качество новой логические культуристики предложите а это просто реализация вот этой модели я прошу прощения я не понял не понял утверждения что вне зависимости от четности или нечетности блоков у вас есть два краевых состояния а по-моему четыре если у вас в зависимости от четности или нечетности у вас есть же второе краевое состояние в этой штуке должно быть четыре тогда в одной ситуации а не два но мое утверждение что возникает всегда два и чтобы вы представьте себе мы сейчас представим что у нас не 3 4 да вы увидите что верхняя цепочка она начинается с сильных и заканчивается сильных верхней сейчас секундочку верхняя начинается и заканчивается сильной связью понял да да и там ничего нет но зато нижняя нам все компенсирует потому что она начинается и заканчивается слабо хорошо ну а если я сделаю 6 секундочку и поставлю слева да не справа уберу пятый а добавлю шестой слева к верхней цепочке и у меня будут два края со слабой связью у меня тогда должно быть два краевых состояния от верхней цепочки alone от одной только верхней цепочки да я думаю что в нижней в этот момент нет в нижней а я понял понял потому что в нижней может в этом случае нет ни одного и состояние останется все равно два ну вы мне прекрасно все объяснили спасибо отлично ты сказал что у тебя волновод должны быть такие чтобы там было вот это вырождение мод обязательно но понятное дело что точно мы это подобрать не можем вот насколько эффект чувствительен к тому как мы хорошо делаем тюнинг да хороший вопрос спасибо потому что мы это делали экспериментально значит утверждение соответствует том что расстройка между константами распространения двух мод должна быть меньше чем удвольная величина ка плюс га ну это транслируется некоторое ненавидство которое мы проверяем и с точки зрения эксперимента это означает что я могу работать не на одной стопоте идеальной частоте а в некотором диапазоне частот то есть есть просто анголитический критерий дети и мы говорим быстрее почему я решил рассказать эту историю это красивая история о том как мы начали сколько весьма оправдан теоретической идеи но мы двинулись дальше можно еще маленький вопрос к этой картинке пока вы не переключились вообще Миша только тут начал в зале говорить за урода тебя давай мы за урода слушаем а потом ты задашь вопрос а вот разве краевые состояния не должны по два парами возникать в каждой цепочке это повторение моего предыдущего мы сейчас с Михаилом дискутировали зависимо от кого четный или нечетный взяли одну копию из модели да а эти краевые состояния всегда возникают парами они возникают парами если у нас четное число элементов то есть мы начинаем и закончим слабой связью но если мы начали с слабой но закончили сильной связью то краевые состояние будет только одно но мы уже обсудили что в одной цепочке если в одной цепочке два состояния то в другой ни одного либо они периоды мы только что уже говорили об этом из этого следует, что всегда два в такой двойной штуке всегда два уже только что мы решили это я не спросил свой вопрос значит цепочка конечна да поэтому в принципе состояние неровно поэтому есть расщепление ну в том случае когда у вас два состояния да и в любом случае из-за того что она конечно есть туннелирование и может быть они не ровно при нулевой энергии а как бы расталкивается симметричное антисимметричное состояние есть расщепление только в бесконечной цепочке полубесконечной цепочке ваше краевое состояние сидит ровно посередине зоны потому что у вас есть второй край они как бы могут расталкиваться вы это наблюдаете экспериментально или теоретически ну значит теоретически по счету я полностью согласен с вашим комментариям в нашей теоретической работе мы там у нас позже отключили точки зрения эксперимента нет это слишком тонкий эффект ну и в том что он нас не сильно интересует нас наоборот как бы интересует цепочки побольше производить именно то что вы официально и так мы не остановились на вот этих таймбаймент манерах простых достаточно мы вернулись в сторону экспериментальной реализации для этого нужно делать полномасштабные учебные численности значит мы оптимизировали структуру для диапазона инфракрасна с японовские глины волн параметры вы можете видеть здесь характерные значит идея совмещения двух мод как ли не 3d моды нужно на самом деле сделать волновод в результате у вас значение к волновод становятся определенной источник до вектора 2d периодичность и тогда удается организовать пересечение двух мод с интересующей нас симметрией ну дальше мы посчитали диспертия в этом мотиве волноводов здесь интересно нарисовано значит к x это блоковская волновое число которое характеризует периодическую цепочку вот в этом направлении перпендикулярно массива волноводов а по стиле мы рисуем то что имеет роль энергии волноводной диаметрии то есть константы распространения газа здесь для обвинения топологии нужно смотреть именно на эту вы видите что мы можем достаточно хорошо забить эти диспертия в разных моделях извлечь все интересующие над константы и таким способом есть альтернативно также из интеграторов перекрытия и что важно если мы делаем конечную структуру мы получаем много волноводных это очевидно если мы выбираем некую рефиксированную частоту именно на эти системы сфере за эти вырождение вы видите что сверху и констант распространения в этом массиве возникает запрещенная зона и есть пара состояний в этой запрещенной зоне а можно я спрошу я прошу прощения что я все время перебиваю это в каком-то смысле у вас как ваша структура была точно периодичной без двойного периода но у вас автоматически получился как бы параллс транзишн аналогия фанонного что одномерного кристалла не бывает а он сделается так чтобы открылась запрещенная зона вы как-то это интерпретируете на этом языке что у вас об оптикал параллс транзишн получился что вы из из периодичности одномерный периодичности полностью периодической структуры перешли к ссх просто выбором мод и понижением энергии я не знаю как это можно трактовать физически но у вас фактически получилось из структуры в которой ссх не было которую вы построили она получилась сама да спасибо михаил к сожалению если бы эту идею мы как раньше написали про оптик да назвали назвали в названии это было бы на это нам не хватило поэтому мы стали делать эксперимент это было достаточно долго и мучительно в числе на моделировании мы увидели действительно эти гибридные и как вы можете видеть они действительно очень хорошего кризона причем они занимают чуть ли не половинку сечения полноводок это очень сильный и они имеют гибридную реализацию с плюс минус вот это последняя закрывающая картинка нашей теоретической работы мы сделали все расчеты предсказания ну и дальше возились несколько лет до собственно настоящего времени с реализации экспериментальной структуры ну вот собственно примерно месяц назад наконец мы закончили с экспериментами написали статью отправили статья была публикована журнале там а вот здесь мы добавили некоторые новый новый твист состоящий вот в чем как вы видели на предыдущей картинке краевые воды имеют такое симметричное платье поле связано с тем что их природа гибридная с плюс минус минус суперпозиции следовательно в зависимости от того как вы будете каплиться к этой краевой моде каплером вот отсюда или каплером вот отсюда вы будете цеплять различные суперпозиции либо с плюс п либо с минус таким образом в зависимости от того на какой каплер вы направляете оптический тегно ну там где показано или там где показано зеркало вы инициируете либо распространение аналогической краевой моды который соответствует с плюс п суперпозиции либо инициируете просто некоторую объемную моду которая испытывает дефрагирует в армию структуры и заполняет весь этот максимум на воду вот и вот с помощью нашего коллеги андреа аудовик директора центра на вход мы получаем на выходе той или иной тот или иной результат это достаточно широкая область достаточно далекая от нас но здесь мы смогли продемонстрировать в каком-то смысле вот этот регирентный контроль краевых состояний и вот видимо это оказалось такими же базу они эффективно передавали свою энергию для этого нам нужно активизировать капли так чтобы дисперсия но их численно оптимизация можно вопросов по предыдущим предыдущим слайдом вот просто когда вы рассказывали попала некая иерархия масштабов как я сначала воспринимал то есть у вас был сначала волновод который в общем-то был на самом периодически структурирован и в этом плане вопрос вот этот период структуризации волновода который у вас есть он играет какую-то роль результаты ваши на него завязаны то есть вы можете делать этот период сколь угодно майлом или там требуют какие-то есть значит здесь единственное требование мы придумали такой способ для того чтобы дарить соображениям то что вы видите на этой плане другого какого-то смысла в этом нет если показать на другие слайды вы увидите что можно совмещать новый и другим способом необязательно делать полного периодически ну то есть я вижу что здесь вы довольно близко подошли границы зон бюллиэн правильно понимаю вот судя по что вы пишете kz dz делить на пи 0 9 это уже до границы зон бюллиэн совсем близко вот и в этой связи у меня вопрос значит у вас сейчас ну да то есть у вас вы рассматриваете эту главную гармонику как вы говорите что у вас туннельные хвосты это вы по какие хвосты говорите я говорю здесь от меня хвостов это поле в направлении скажем до яси x то есть насколько на какой гармонике kz даже для основной даже для основной понятно что если мы когда возьмем больше то там убывание будет еще сильнее у вас эта решетка же она как мы хорошо знаем создает еще минус kz да это у вас поскольку вы подошли близко к краю зону бюллиэна у вас есть гармоника плюс kz и и и плюс kz минус бреговский вектор вот какая там экспоненты затухание во первых ящину закончилась она вот когда вы говорите у вас там ничего не интерферирует помять у вас там есть две экспоненты на самом деле у вас есть набор бреговский гармоник в этой ситуации правильно вы говорите только про одну из них вторая поскольку вы явно подходите близко к краю зону бюллиэна вот в точке единицы как вы хорошо знаете у вас будет просто одинаковый компонент амплитуды в обратной волны поскольку вы находитесь в точке 0 9 то они ну я бы сказал так что не сильно отличают то есть это первый мой вопрос модуляция у вас крепкая расщепление вот кстати у вас какого стоп бэнд вашей системе по z до показать но вашей стоп бэнд в точке 1 у вас есть верхняя ветка очевидно показывает а верхнюю ветку вы можете показать число меня не нужно просто она она сопоставима вот если она большое то ясно что и гармоники большие обратный вопрос простой то есть в своих оценках вы пока игнорировали вот обратную волну и про нее вообще не думали я хочу сказать что у нас 7 минут извините итак значит в зависимости от каплера мы можем возбуждать ту или иную суперпозицию и дальше это мы уже эксперимент правильно не делали на что можно сделать если сдвинуть если возбуждать сразу через оба каплера одновременно и добавить некоторую фазу то есть двиг фаз между возбуждением на одном и другом капли а также взять разную амплитуду мы можем непрерывно менять относительную фазу между S и F модами которые мы запускаем в нашу систему то есть такой диалет и мы получаем суперпозицию типа S умножить на F или степень E в минуту IF и вот эта фаза F может достаточно гибко контролироваться потенциально собственно оттуда и берется идея скриптурного контроля если вы берете фазу равную мыло вы инициализируете четко краевое состояние это это поперечные если вы берете фазу равную мыло то тогда вы можете инициализировать распространение объемных если вы берете промежуточную фазу вы можете возбуждать некоторую суперпозицию проявления объемных ног то есть действительно делается такое преднепенное переключение между локализацией и дальше понятно что мы посчитали собственные моды отдельного модного моды в таком массиве увидели что существуют краевые моды пока это результаты расчетов и определили некоторый G в спектре константы это распространение КЗ в зависимости от КХ о котором мы сейчас говорим не только Иван задавал вопрос это работает только на одной длине в некотором диапазоне мы видим что этот герб существует в диапазоне гингом от 1520 мм до 1610 ну там есть оптимальный длине максимально но тем не менее он существует в целом диапазоне наконец экспериментальные результаты изготовлен экспериментальный образец мы можем вот эти капли 1 и капли 2 соответствует различных возбуждения наших каталогических различных направлений вот и в зависимости от того на какой капли мы видим мы видим одно и тупо либо наблюдаем чёткое распространение ну относительно чётко нашей модули вокруг любого морала как вот здесь как вот здесь это результаты для разных глинголов либо мы наблюдаем достаточно выраженную депракцию возбуждения в объем нашей решимости вот вопрос как говорил Николай Алексеевич о том что туда существуют и другие гармоники блоковские потенциально это может объяснять ну то что у нас есть некоторое рассеяние есть некоторое затухание амплитуды боя померяется распространение это при том что в кремнии на данном моменте волны особо потерь нет то есть ясно что это какое-то рассеяние вполне возможно что это как раз-таки рассеяние другую блоковскую гармонику но это я думаю нам нужно правильно делать то есть это означает как бы разрушение блоковской защищённости но дело в том что поскольку эти варианты одноверные модели сущими ферракидерами мы не можем заявить что у нас есть технологическая защищённость которая распространена доля оси ну и собственно ее нет то есть интернет но фриманч как говорят и визуализация была сделана через генерацию третьей гармоники то есть в то время как сигнал на основной линии волны 1550 мм распространяется в волноводке соответственно он практически не высвечивается на руну это волноводная модель утрожная частота естественно она может высвечиваться на соответствие практическим диапазонам и это только собрали на экспериментарной камерой вот это результаты работы опубликованы в журнале NanoLetters ну и в оставшиеся несколько минут я отвечаю на вопрос Александра Васильевича что же новое можно предложить с помощью этого концепта пока мы показали что это дает интересное понимание скажем модель сущими ферракидерами но модель СССР уже и влез и вот значит с моим астрономом Максимом Назановым мы перешли к двумерному случаю эти результаты тоже подтверждены экспериментом и рассмотрели двумерный массив волноводов в виде решетки круглого предполагая что внутри отдельного волновода совмещены моды с различной симметрией против ближнего поля здесь они называются С и Р С меняется при поворотах на угол Крин ну вообще не меняется а мода Л соответственно ведет себя при поворотах на угол Крин приобретает дополнительный факт как есть те дни 3 и дни есть те дни 3 и дни вот и соответственно на этих модах мы строим добиваемся выражения этих модов и строим какую-то двумерную решетку значит здесь тоже вопрос не задавали можно ли добиться выражения модов каким-то другим способом кроме как нарезая волноводы вдоль их длины оказывается что да дело в том что моды с различными сметриями против для поля имеют ход споты или максимумы в различных местах на различных расстояниях от центра волны поэтому если мы делаем нырис вот здесь мы можем сильно повлиять на дисперсию одной моды и практически остановить неизмущенную группу и с помощью поворотов а это было сделано экспериментально мы можем совместить моды интересующие нас с ним физика здесь остается той же самой у нас имеется как каплинт-модс одинаковые симметрии поля так и каплинт-модс различных скажем с и р-по друг с другом вот этот интерробитал каплинт оказывается нечетным относительно инверсии и забегая вперед я скажу наши расчеты показывают что он играет вольт аналогичную спинно-битального взаимодействия в модели Кенни-меля но это весьма специфическое взаимодействие которое не эквивалентно оно не сводится к модели Кенни-меля и в этом смысле дает новую физику и так дальше мы можем двигаться по накатанной мы можем посмотреть случаи периодически двумерной системы и посчитать ее зону результаты для модели Кенни-свезда представлены на свете в спектре константы распространения мы видим запрещенную тонну кроме того модель демонстрирует керальнюю симметрию которую говорил Зоу спектр симметричен находить на нулевого уровня это запрещенная зона ну это уже некоторые указания но этого еще недостаточно тогда мы смотрим нагреть на структуру конечных размеров и считаем собственные внутренние это весьма интересно что мы наблюдаем локализованное состояние внутри верхов что ухаживает уже ну что является подозрительно на наличие метрии значит эти угловые моды имеют интерпозиционную структуру как и в нашем интернете это либо с плюс f либо с минус f поскольку f нечетно относительно инверсии на противоположных углах у нас возникают разные суперпозиции а это краевые моды или угловые моды угловые 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 я уже говорил немножко опуская детали насколько мы видим эти угловые моды в эксперименте они в зависимости от типа возбуждения мы воспользуем либо объемом либо угловые моды то есть мы тоже имеем региентный контроль в данном случае это было сделано на микроволновую частоту да значит результаты расчетов эксперимента согласуются друг с другом это я пожалуй тоже обучил что важно ну вы можете задать вопрос что нового значит вот на это я попрощу пару минут обычные патологические свойства описывают треугольных объемов некоторых поляризаций в случае электронных систем это фактически делается следующим образом мы определяем функции манерии электронов некоторый центр распределения заряда и смотрим какой дипольный момент то есть если вот в этой картинке с шариками нам нужно определить дипольный момент относительно соответствующего иона поскольку мы не знаем какой ион брать балл однако в таком описании есть некоторое скрытое допущение оно состоит в том что положение в районе центра считается хорошо определен если об этом подумать чуть дольше то становится очевидным что это тут разумевает следующее операторы координаты x y спроецированные на заселённые зоны должны коммутировать так вот признается что в нашей системе эти операторы не коммутируют друг друга иными словами положение в районе центра неопределенно вот не вдаваясь в детали ну я должен сказать что это указание на то что данная система является топологической вы видели в логовое состояние они устойчивые тиспорядку это мы проверили но это некоторый другой тип топологии так называемая high order или топология высокого порядка и вот в нашей системе то есть мы потратили достаточно много времени чтобы разобраться в этих деталях но без этого вы не можете попасть ответить на комментарии рецендианта на нашем детстве на критиковании немножко так вот мы показали что данная система это первый вообще пример оптополим топологического изолятора но который возникает в двух измерениях до этого к этим системам не предлагалось но и вот сейчас мы собственно продолжаем там бороться потому что здесь новая идея эксперимент и вот последняя мысль которую я хочу фиксировать то есть вместо спинно-орбитального взаимодействия мы используем возможностей позволяет создать экзотический тип логических моделей позволяет делать контроль возбуждение логических состояний ну и кто знает какая новая физика может скрываться здесь еще это тема дальнейших исследований которые мы активно занимаемся ну и надеюсь что я вас этим тоже заинтересовал параллельно у нас есть ряд других работ посвященных топологической фотографии о которых я на этом семинаре уже не успел обсудить в куларах в том числе и топологическое состояние плантового света ну и конечно же у нас есть работа с фрэнком левчиком посвящен на все на этом но это целая отдельная тема на этом благодарю вас за внимание буду рад отвечать на разные вопросы спасибо ни в коем мере не желаю поставить под сомнение интересы технологии да действительно это здорово и очень забавно я вот что хотел бы спросить вот когда говорят про топологические всякие эффекты для электронов ну 2d то представляет 3d там очень важно чтобы именно за счет топологии защитить эти моды от рассеяния назад да так сказать вот и это устойчивость ну каким-то дефектом и так далее тем самым да транспорте электронным я хотел бы понять что здесь вот смотрите вот вы имеете вот пачку этих волноводов каким-то образом расположенным в сечении да и то что вы делаете если я правильно понимаю вас вы инженерируете распределение так сказать интенсивности моды по сечению ну пачки волноводов отлично ну замечательно вы там краю прижимаете его еще что-то такое все очень хорошо но можно ли таким образом как-то защитить волну бегущую вдоль этой пачки волноводов от рассеяния или кто-то какая-то другая еще ситуация что за этим стоит понимаете как это можно грубо говоря ну я не знаю я не имею в виду там народное хозяйство ну как диод для света можно сделать или нет ну простите ну давайте я сейчас отвечу на один вопрос и потом отвечу ситуация следующая мы взяли волноводы но в принципе мы могли бы взять некоторые метаатомы частицы и совместить у них ну скажем у каких-то шариков моды с различной симметрии в роли вот и в таком случае мы действительно могли бы защитить либо четкоту краевого состояния либо если мы говорим о двумерной системе мы могли бы потенциально защитить распространение волн вот в таком массиве из частичек двух модулок почему мы выбрали волноводы ну просто из-за соображений простоты потому что мы придумали как для них совмещать собственные моды в принципе можно было бы сделать какие-то шарики немножко деформированные с плюсом у которых собственные моды в мире из-за перекрываются такое тоже делали вот вот такой короткий ответ на вашу можно один маленький а сейчас Михаил вы что-то хотели спросить Миша ты что-то спросил я хотел перефразировать перефразировать это не имеет отношения к такому как бы диода для света когда в одну сторону идет а в обратную подавление отражения может быть это это то что я хотел спросить профессор мельников я не знаю я не знаю про народнохозяйственное значение как раз но это интересно тоже перекрытие вот этих мод различные симметрии оно почему происходит для себя а ну делаем то есть мы этого добиваем то есть из общих соображений не ясно что разные симметрии они не должны перекрывать то есть если мы просто сделаем волновым они будут вообще сражены константами на спространение мы специально я имею в виду может фотоники по-другому если у них разные симметрии нельзя показать что интеграл перекрытие просто равен нулю интеграл перекрытие равен нулю если они сидят ну унициально а здесь все 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 если вопросов больше нет спасибо традиции мы всем докладчикам включаем значок нашего центра спасибо Максиму теперь уже два там это и это 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 4 6